Реакция на возможное переименование города Жанаузена не заставила себя ждать. Инициативу Аксакалов эксперты напрямую связали с неуклюжими попытками заново переписать трагическую историю города нефтяников. Нургали Карабаев разбирался, зачем государству обычно бывает нужен политический ребрендинг. Историк Берекет Карабаев в своей профессии настоящий дока. Заработал звание академика. Но чтобы хорошо усвоить некоторые уроки истории, не обязательно быть профессором. Берекет Карабаев приводит в качестве примера тот же город Уральск, что на нефтяном западе страны. Чтобы вычеркнуть из памяти народа пугачевское восстание, специально по указу императрицы название реки Жаэх было переименовано в Урал. Новость о том, что городу Жанаузен вскоре вполне возможно светит перспектива сменить вывеску – одна из самых обсуждаемых в сети. Политолог Айдо Сарыма отреагировал на неё в Фейсбук. Один из крупных политиков 20 века – Джордж Маршалл, который говорил, что с проблемами не надо драться. И с другой стороны, совершенно очевидно, что проблему нельзя решать путём их переименования. Мне кажется, как бы мы не переименовали и сколько бы раз мы не переименовали, то от этого события они перестают терять свою значимость, они не стираются с человеческой памяти. По всем правилам, чтобы в Казахстане переименовать местность, город или улицу, надо пройти в хорошем смысле несколько этапов. После заявлений жителей комиссия экспертов уточняет, достойный ли субъект такой чести. Если ответ положительный, кандидатура направляется на утверждение к депутатам. Сегодня эти вопросы просто так народной воле не решаются. Согласно указу президента республики Казахстан, от 24 ноября 2010 года был объявлен мораторий на переименование географических объектов. Вот с этого периода мы до сих пор ждём новый закон. Она сейчас на парламенте республики Казахстан. Сейчас законопроект об аномастике лежит в парламенте. Весь вопрос, успеет ли его принять депутат их 16 декабря или тот же Жан-Аузен, будет переименован в порядке исключения к Нюне-Зависимости.